Музыка Начну с новых приключений иногородних болельщиков в Казани Это очередной ошалелый десант из Москвы, что-то зачастили к нам гости, дорогие из Первопрестольной Кратко напомню, ранее в нашем городе отличились сначала футбольные фаны своим многотысячным шествием с пиротехникой и дымовыми шашками После проявили себя малоимущие поклонники баскетбола, которые, чтобы выпить, грабанули ближайший продуктовый магазин Фантомаса выгушевают, итальянская мафия в погонах нас забирает И вот новые туристы, на этот раз любители хоккея, фанаты столичного клуба Крылья Советов Правда, никакой игры на Казанском льду у этих хоккеистов не было, играла совсем другая команда, Московская Динамо Но это же не важно, какая разница, Динамо, Крылья Советов, Спартак, главное, чтобы повод был, а мы уж не ударим в грязь лицом Я приехал сюда, здесь мне финал товарищ Дельта Как выяснилось, накануне в Казани играла хоккейная команда Динамо Москва Поддержать ее приехали болельщики и других столичных клубов Матч закончился победой москвичей, именно это с самого утра активно отмечали ребята Камера видеонаблюдения в баре зафиксировала бурное празднование За кого именно болели и что отмечали, забылось уже после второй бутылки Зато продолжали застолье по классическому сценарию Все виды спиртного смешали в одном стакане И этот коктейль для гурманов подсказал, как действовать дальше Сначала танцы с песнями, а затем на десерт для особо выносливых драка Под конец для полноты картины вызов на место оперативной группы частного охранного предприятия А затем и полицейских, будет кого обвинять в полученных синяках и ссадинах Место, где ребята продолжали праздновать, самый центр города Бар прямо напротив следственного комитета Такое соседство болельщиков вовсе не смутило Потасовку они охотно продолжили на улице Виноватый, виноват Крыль сают Спортобойск, мой рябок Крыль сают В результате буйную кампанию доставили в отделение Видимо, там ребята смогут прийти в себя Поскольку уже завтра они собирались покинуть гостеприимную Казань И болеть за любимую команду уже в другом городе Я вот думаю, может подобные болельщики специально приезжают в Казань На такой своеобразный вид туристического отдыха Экскурсионные туры с катанием на полицейских машинах И посещением камер в отделах полиции Денег только за такое шоу, мне кажется, нужно брать больше Чтобы надолго запомнили Многие из нас с ужасом вспоминают Как мы жили в 90-е В один из самых бандитских периодов нашей страны Безработица, задержка зарплат, рассвет преступных группировок Некоторые, конечно, именно в это время начали жить шикарно Особенно в сравнении с основной массой людей Остальные приспосабливались как могли Кстати, из тех, кто именно приспосабливался, а не жил Остались люди, которые с теплотой отзываются о лихих годах В первую очередь потому, что тогда решать почти все свои проблемы Включая бытовые и семейные, можно было быстро и кардинально Естественно, не привлекая милиции Достаточно обзавестись знакомством с представителями ОПГ и дело в шляпе Главное найти деньги на оплату услуг Кто и какие темные делишки творил в те года До сих пор до конца не установлено И лишь изредка сейчас всплывают страшные подробности того смутного времени До днях полицейские раскрыли убийство, которое произошло в Казани в 93-м году Больше 20 лет убийство простого 35-летнего рабочего В собственной квартире в центре города считалось нераскрытым Вдову допрашивали ни раз и ни два У самой 33-летней женщины было алиби Кто мог пойти на убийство ее любимого мужчины Она и понятия не имела Уверяла, врагов у мужа не было В те годы нераскрытые убийства росли как снежный ком На этом фоне достаточно буднично и незаметно Прошло сообщение о обнаружении тела мужчины С двумя огнестрельными ранениями в голову Милиционеры лишь удивились, что расправились с человеком Который никакого отношения к ОПГ не имел 22 года понадобилось, чтобы установить, что заказчик убийства Собственная жена Жительница города Казани в разговоре с своим знакомым Преступным авторитетом группировки Калуга Сообщил ему, что у нее сложились неприязные отношения с своим супругом Который в состоянии алкогольного опьянения часто избивал ее При этом женщина выразила желание расправиться с супругом Это сейчас, если супруг распускает руки, ты его посадить за это можешь А в те времена наказать такого молодчика по закону было практически невозможно Когда тяжкие преступления происходят ежедневно Неужто вы думаете, что милиционеры будут еще бытовыми ссорами всерьез заниматься? Жизнь супруга женщина оценила в 30 тысяч рублей и бутылку коньяка По тем временам щедрое вознаграждение Револьвер системы Наган 1895 года выпуска Орудие убийства киллеру выделили специально из арсенала группировки Калуга В настоящее время киллер и за качество преступления полностью признали свою причастность к убийству При этом непосредственно исполнитель заключил досудебное соглашение с его следствием Авторитет некогда мощной преступной группировки, которой предоставил киллера Естественно, уже давно в земле покоится Удивительно, как еще исполнитель дожил до наших дней Самое интересное, что и убийца, и жена заказчица могут вполне законно избежать тюрьмы Ведь у таких преступлений есть срок давности, а он уже давно истек У вас есть во дворе место, где можно бросить машину? По-моему, недостаток парковок около жилых домов Частенько является основным камнем преткновения между автомобилистами В многоэтажках и новостройках с этим вроде попроще Земли там еще меньше, зато водители совершенно справедливо привыкли парковаться по принципу Кто первый встал, того и тапки Совсем другое дело старые дома, где люди живут уже давно И привыкли к тому, что помимо квартиры есть еще якобы их собственное место для стоянки авто на улице Просто потому, что он живет в этом доме дольше или просто чистит этот клочок земли от снега зимой Более того, у некоторых товарищей еще хватает наглости отгораживать эти дворовые участки столбами и цепочками с замком Не важно, что документов на это нет никаких Главное, это искренняя уверенность в своей правоте и желание во что бы то ни стало защищать свою территорию Мне признаться, во дворе тоже пару раз оставляли на лобовом стекле машины письма с угрозами за то, что припарковался на чужом месте Ладно, хотя бы дальше слов в дело не пошло А вот две семьи в стареньком доме на улице Монтажиной одним запугиванием друг друга решили не ограничиваться Соседи очень долго воевали между собой, а закончилось все убийством Прибывшие на место медики помочь 42-летнему Алексею не смогли Он умер буквально на руках у супруги В одно мгновение жизнь двух семей Персияновых и Макаровых превратилась в кошмар Из-за этого самого места разлад и случился Как выяснило следствие, конфликт между семьями начался еще задолго до трагических событий Казалось бы, из-за пустяка В небольшом дворе на улице Монтажной практически негде парковать машину И две семьи буквально боролись за этот кусочек земли Конфликт на этой почве в результате перерос в стойкую взаимную неприязнь Хочу попросить прощения матери Алёше Я понимаю, что для них это тоже такая же трагедика, как для меня Но он не вышел убивать, вы понимаете, он не такой человек Любой опытный следователь вам подтвердит Самое страшное, это когда в конфликте оказываются замешанные еще и женщины Либо первобытные инстинкты берут вверх Либо у мужиков в такие моменты просто мозг отключается Не знаю, но словесная перепалка между двумя дамами закончилась рукоприкладством Сначала к драке зачем-то присоединился супруг одной из женщин А после свою половинку выбежал защищать и второй глава семейства Помоложе да посильнее Силу-то он как раз свое и не рассчитал Сейчас у каждой семьи своя версия трагедии Родные погибшего Алексея Персиянова считают произошедшее убийством Родные обвиняемого Дениса Макарова уверены, что Денис защищал жену Они сразу увидев меня, резко пошли ко мне Виктория начала делать мне нецензурные формы замечания о курении После этого уже с ее стороны сразу последовал удар Она вцепилась в меня в лицо Подошел ее сожитель, начал меня избивать И вот не появись в этот момент Денис, я думаю, просто все бы обошлось Если бы Ксения не кричала, она при этом громко кричала То есть может быть вот крики эти спровоцировались Дениса Что он не разобравшись стал размахивать своими кулачищами В результате дворовой драки Алексей получил травмы, несовместимые с жизнью Соседка Ксения Макарова, травмы лица и сотрясение мозга Дениса Макарова арестовали на месте У погибшего Алексея Персиянова осталась маленькая дочь У обвиняемого Дениса Макарова, который, кстати, работает летчиком, четырехлетний сын Статья, по которой Денису теперь предъявлено обвинение Предусматривает до 15 лет лишения свободы В ближайшее время точку в этом деле поставит суд По злой иронии судьбы, этот клочок земли, из-за которого и произошла кровавая расправа Ни одной из сторон конфликта так и не достался Ни в машинах, ни в автостоянке Женщины теперь не нуждаются у них другие заботы А паркуются там уже соседи Встретить на дороге хладнокровного водителя пудсоли нужно съесть Обычно езда всех окружающих автомобилистов настолько раздражает и держит в напряжении Как не замечаешь, что от спокойствия, которым ты так всегда гордился, не осталось и следа В такие моменты сам начинаешь взрываться по всяким пустякам Берегись, кто окажется на пути Хотя может случиться и так, что встретится вам не менее вспыльчивый товарищ Казань, улица космонавтов, разгар рабочей недели, поздний вечер Водители, уставшие, взвинченные после трудового дня, пытаются доехать до дома Владелец старенького жигуленка обрадовался, когда дорогу ему уступила встречная машина Вместо того, чтобы убедиться, что и второй ряд автомобилей его пропускает Парень на радостях решил быстро проскочить До родного двора всего пару метров Что может произойти? Вот вы думаете, водитель на ладе проматерился как следует И все-таки довольный, что не угодил в аварию, поехал дальше? Как бы не так Надо же объяснить этому чайнику на шестерке правила дорожного движения Растолковать популярно, чтобы на всю жизнь запомнил, когда нужно уступать Почему-то в такие моменты мы убеждены, что человек, который нарушает правила Обязательно делает это умышленно, специально хочет напакостить именно нам Никому и в голову не придет, что от ошибок никто не застрахован Наказать нарушителя не удалось Зато для самого так называемого учителя это стало хорошим жизненным уроком В следующий раз он точно будет лучше контролировать свои эмоции Порой складывается ощущение, что одни из самых бесшабашных водителей на дороге – таксисты Вроде думают, что именно эти люди, как никто другой, должны дорожить своими правами, своей машиной Но в действительности у некоторых легкомыслия, а точнее глупость не знает границ Разве удивишь сейчас кого-нибудь рассказами о пьяном таксисте, который под шофе ехал за очередными клиентами? Конечно нет Гаишники в этом случае оформляют протоколы, увозят машину на штрафстоянку Суд выписывает крупный штраф – 30 тысяч рублей И забирает права в надежде, что в ближайшие пару лет не увидит этого водителя на дорогах Но иногда отсутствие прав для таксиста не является веским поводом не садиться больше за руль Зарабатывать же как-то надо Скажите, пожалуйста, вот говорят, что вас лишили прав и вы все равно продолжали ездить? Я ничего не буду говорить Этого мужчину лишили права вождения автомобилем еще прошлой осенью Однако это не помешало ему продолжить работу в такси, передвигаясь по городу, перевозить пассажиров Отделением по Кировскому району такие водители отслеживаются, те, которые не сдали водительскому стырению И, соответственно, по ним ведется работа Сотрудники ГИБДД доставили этого таксиста в отдел полиции, где ему грозит арест от 10 до 15 суток Также ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей В дальнейшем, если он этот штраф не уплачивает, совместно с судебными приставами Транспортные средства арестовываются и реализуются в пользу погашения штрафа Если машина такси принадлежит другому владельцу, продать ее в счет погашения штрафов приставам не удастся Мне кажется, даже сам водитель рад бы избавиться от такой кабалы в виде арендованного авто Да не может платить за аренду он вынужден каждый день Потому и сел снова за руль после того, как лишился прав Все эти и другие сюжеты вы можете посмотреть на нашем сайте эфир24.tv Это была программа «Перехват за неделю» Не становитесь героями наших сюжетов, учитесь на чужих ошибках Субтитры создавал DimaTorzok